Всем здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли. Такое большое количество людей. На самом деле, это, наверное, первый такой действительно большой метап. В Минске они обычно поменьше. Меня зовут Денис, и я приехал из Беларуси, из города Героя Минск. И представляю компанию Data Labs. Это один из лидеров, скажем, в нашем локальном рынке. И мы очень много занимаемся машинным обучением, в частности, глубинным обучением. Обычно я рассказываю про математику, но потом мы столкнулись с такой проблемой, что, вообще говоря, есть куча всяких инженерных issue, которые надо решать на практике, чтобы обучать ваши нейронные сети быстро, эффективно, с минимальным количеством затраченного времени. И конкретно сегодня мы будем говорить о предсказании последовательностей в TensorFlow. Там будет в конце много кода, будем его смотреть и углубляться. Но чтобы с чего-то начать, а, собственно, план доклада. Мы поговорим о том, что мы хотим учиться делать, буквально в одном слайде. Потом поговорим, почему мы хотим это делать с помощью глубинного обучения нейронных сетей. Потому что есть всякие альтернативные. Немножко затронем рекуррентные нейронные сети, но просто так, чтобы быть как бы в одной струе. И дальше будем весь все оставшееся время говорить именно о трудностях инженерной жизни в контексте TensorFlow. Какие-то best practices, которые можно использовать, если вы занимаетесь предсказанием последовательностей. Один слайд о том, что мы хотим научиться делать. Мы хотим научиться предсказывать последовательностей. И дело в том, что в этот класс задач попадают очень многие задачи, скажем, из обработки естественных языков. Например, задача тегирования, в которой мы хотим каждому слову поставить соответствие некоторый тег. Как именована эта сущность или это какая-то конкретно именованная сущность, какая-то часть речи и так далее. Сюда же можно включить машинный перевод. Но в самом общем представлении мы будем в основном говорить о третьем случае, когда мы на вход получаем какую-то последовательность чисел и на выходе тоже получаем какую-то последовательность чисел. Главная особенность здесь, что они одинаковой длины, но входные и выходные вектора, в принципе, они могут быть произвольной размерности. То есть здесь на вход три числа, на выход два числа. Фактически, резюмируя, мы хотим решать задачу, которую в графическом виде, графическое представление математической модели имеет такой вид. У нас есть какая-то порождающая процедура А, и в каждый момент времени у нас поступают вектора на вход и какие-то вектора на выход. Далее. Почему мы хотим делать это с помощью глубинного обучения? Дело в том, что есть много всяких классических подходов. Там многомерные авторегрессионные модели, там процессы GARCH, CRF, hidden markup models и все такое. Это все достаточно разработанные старые вещи, и они широко используются на практике, имея в основе какую-то развитую математическую базу, в том плане, что там можно что-то доказать конкретно, скажем, для марковских цепей можно доказать там очень много всяких интересных теорем. И они зачастую не требуют больших объемов выборок, и это связано с тем, что в основном у них линейная природа. Это очень простые по себе модели, очень простые классификаторы или что-нибудь такое. Они основаны на достаточно строгих модельных предположениях, которые, вообще говоря, могут в жизни нарушаться. И из таких вот прям больших минусов можно сказать, что в них трудно строить end-to-end системы. И здесь очень хороший пример – это машинный перевод. Дело в том, что это композитная задача, она состоит из многих задач поменьше. Кроме того, что надо перевести слова на другой язык, часто надо поменять их порядок или что-нибудь такое. Раньше все это делали с отдельными модельками. У каждого свой объектив, они учатся отдельно, а потом суммируем их результаты, применяем их по очереди и думаем, что это должно работать хорошо. И на практике, когда вышел Google Neural Translation Machine, это была первая вещь, которая end-to-end система машинного перевода, она просто всех, ну как бы, победила. Поэтому это хорошо. End-to-end система – это все время хорошо. Поэтому мы будем говорить о нейроночках. И конкретно я ауджурным выделил, что когда мы говорим о последовательных, зачастую это предсказания с помощью рекуррентных сетей. Ну, совсем не обязательно. Есть можно… Все ваши любимые архитектуры можно здесь использовать. Главное, правильно к этому подойти. Плюсы. Плюсы в том, что это унифицированное моделирование. У вас есть одна и та же модель. Она применяется и в NLP, и где-то там в машинном переводе, и где-то для предсказания каких-то других родов последовательностей. И при этом они все обучаются одинаково. Одними и теми же алгоритмами – это одни и те же структурные блоки, из которых собираются эти сети. А это значит, что мы можем принести какую-то best practice из других экспертиз в вашу конкретную доменную область. У нас достаточно слабые модельные предположения. Очень хорошо, что эти штуки нелинейные и композитные. Композитные, я имею в виду, что мы можем взять из основы некоторые блоки и сконструировать из них вычислительный граф. Вообще говорить нейронные, естественно, плохо, а правильно говорить вычислительный граф. Это state of the art, это end-to-end системы. Но, конечно, мы имеем какие-то проблемы при этом. Это, в первую очередь, количество свободных параметров весов. Их реально много. И даже если данных много, их все равно нужно правильно регуляризировать, как-то правильно относиться к этой ситуации. Есть конкретные трудности при оптимизации, как и весов, и гиперпараметров. Нам трудно перебрать гиперпараметры, потому что обучение может заниматься недели. Это просто очень больно и недопустимо. И сам процесс оптимизации весов достаточно сложный, из-за того, что у нас очень нелинейная функция. И, ну, то есть там бывают всякие проблемы с производными и всем таким. Ну, и то, что мы конкретно будем, как бы это все вне фокуса. То, о чем мы будем говорить сегодня, это конкретные инженерные трудности. Дело в том, что, да, есть у нас множество всех этих фреймворков, но проблема в том, что это не scikit-learn, где я что-то заимпортирую, вот у меня матричка, примени А к Б, и все будет хорошо. Это очень доступно. Скажем, если кто-нибудь писал кому-нибудь действительно production code на TensorFlow, первое впечатление, хочется все это закрыть и выбросить, потому что там, ну, совсем другой подход к тому, что мы делаем. Немножко о рекуррентных сетях. В чем идея? Когда мы говорим о последовательности, мы говорим, что у нас есть некоторый случайный процесс F. Это случайная функция, она нам неизвестна. Она зависит от текущего значения вектора, от всех предыдущих и от какой-то вот неизвестности, которая здесь спрятана в это самое омега. И понятное дело, что если бы мы знали эту функцию F, как бы все было бы хорошо, потому что, ну, как бы она нам известна. Но вообще говоря, она нам неизвестна. У нас есть только реализация этого случайного процесса, входные и выходные вектора, и мы хотим каким-то образом построить детерминированную, не случайную аппроксимацию того, что происходит. Это здесь отражено, что вот у нас есть какая-то функция G от всех предыдущих значений. Она уже детерминированная. Прогоняя через нее нашу последовательность, мы получаем какое-то предсказание на YGIT, и мы надеемся, что оно будет в некотором роде близко вот к тому значению, которое случайный процесс бы нам выдал. И при этом все существующие модели рекуррентов нейронных сетей моделируют вот эту самую функцию, как какую-то G от XGIT и HGIT, где HGIT это какой-то вектор рекуррентной памяти, и это по сути надо для того, чтобы не хранить все, что было. В результате облучения в этом векторе каким-то хитрым образом будет агрегирована информация о прошлом. Вот. Простейшим вариантом есть, это называется Vanilla RNL, она же рекуррентная сеть Ellman, давно разработанная вещь, и она имеет вот такую простую идейку. Изначально наш вектор рекуррентной памяти нулевой, то есть мы ничего не знаем о последовательности. И потом в каждый момент времени в нашу рекуррентную сеть поступают два входа. Первый вход – это текущий вектор фичей XTA и предыдущий вектор рекуррентной памяти. Мы делаем какие-то сначала линейные преобразования, потом нелинейные преобразования, и на выход мы даем опять-таки какую-то нелинейность от нашей вот этой вот рекуррентной памяти. И как бы хотелось бы… А, ну, конкретно немножко кода. Начинаем уже потиху. В TensorFlow это выглядит достаточно просто. Мы импортируем конкретный наш basic RNN cell, говорим, какое у нас количество скрытых нейронов, какая у нас эта рекуррентная активация, которая применяется из шага из шага. Ну и потом дальше что-то там будем учить. Но на практике эта штука не работает, и тут две важные проблемы. Одна проблема исключительно – это проблема в учислительной математике, и это проблема стирающихся, взрывающихся градиентов. Надо очень правильно инициализировать веса сети. А так как люди очень долго думали над тем, как это сделать, если брать их просто случайно, то здесь все затирается или взрывается, и в итоге модель не учит ничего. В случае взрывающих градиентов у нас появляются какие-то наны, прыжки в бесконечность. В случае стирающихся градиентов это приводит к тому, что такая простая модель рекуррентной сети она не может выучить длинные зависимости. А это явно не то, что мы хотим делать. А в другая здесь проблема структурная. Дело в том, что если посмотреть, мы на каждом шаге полностью перезаписываем этот вектор рекуррентной памяти. И на практике это оказывается, что и с локальными зависимостями тоже могут быть проблемы. И поэтому, чтобы решать эти вопросы, где-то в году, в середине 90-х, скажем, люди предложили такую штуку, как LSTM. И LSTM – это вещь, которая предлагает некоторую концепцию гейтов. И идея этих гейтов в том, что давайте мы не каждый раз будем переписывать нашу память, а в зависимости научим модель иногда часть прошлого отбрасывать, часть текущего входа тоже отбрасывать, как-то нелинейно их комбинировать. И на выход тоже, возможно, нужно отдавать не все. Почему это самый популярный на текущее время RNN-Cell? Не самый лучший, на самом деле, судя по публикациям последним, но самый популярный, потому что для него выработаны… Ну, много лет прошло, для него выработаны какие-то best practices. Люди знают, как их учить, знают, как там инициализировать веса, что там здесь надо так, здесь надо эдак, знают, какие должны быть инициализации и все прочее. Это графическое представление модельки. Под ней примерно вот такая математика. Не знаю, может быть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть об этом. У нас есть три гейта. У них есть осмысленное применение. Они называются forget input и output. Forget gate отвечает за то, что мы хотим забыть какую-то часть прошлого. Input говорит о том, что мы хотим, возможно, не весь наш текущий вход принять, а тоже только какую-то его часть. И output говорит, что на выход, это, возможно, нам, чтобы правильно предсказать выход, возможно, нам тоже не нужен весь вектор вот этой рекуррентной памяти. Возможно, какие-то компоненты его нужны только для того, чтобы поддерживать процесс внутри сети. Все они имеют одинаковый вид. Это активация. Ну, все здесь имеет одинаковый вид. Здесь вопрос в активациях, что для вот этих гейтов активация выбирается сигмоидная, хотя обычно так не делают для сетей. Только по той причине, что сигмоида принимает свои значения от нуля до единицы непрерывно, и фактически… А дальше потом, например, если взять forgategate, дальше он по компонентам умножается на вектор прошлого состояния. И это приводит к тому, что мы в крайних случаях полностью что-то забываем или полностью все дальше пропагейтим, либо где-то уменьшаем значение. В этом-то основная идея. И здесь что еще хочется сказать, что у LSTM как бы у него два вектора этой самой рекуррентной памяти. Ну, как бы это никому не мешает. Вот. О чем этот слайд? А этот слайд, что в принципе вот все это как бы не обязательно знать, если вы что-то хотите решать эффективно. Просто все, что здесь поменялось, мы basic RNN cell поменяли на basic LSTM cell. Тут надо сказать, что вот в самом этом TensorFlow фреймворке там огромное количество этих самых RNN cellов. И вплоть до того, что есть одинаковая версия одного и того же. Например, basic LSTM cell. Это штука, которая внутри себя вот все эти предыдущие операции реализуют как операции TensorFlow графа. То есть TensorFlow это интерпретатор, ну, по большей части. И он внутри себя каждый раз будет вот это интерпретировать. Есть и как бы альтернативная штука. Есть LSTM block cell. Это вещь, которая реализована, вот вся прошлая математика реализована вот в рамках одной операции прямо в плюсовом коде. И по идее она должна быть эффективнее. На практике так и есть, что они эффективнее в плане производительности, но при этом, ну, лично у меня в экспериментах бывало так, что первое сходилось ну, прям намного лучше, чем второе. То есть, видимо, что-то надо тут докручивать. Все. На этом про больше не будем говорить конкретно про нейронки. Хотелось только сказать, что LSTM не панацея. Есть огромное количество других архитектур. Некоторые из них базированы на этой же идее гейтов. Это типа GRU. Некоторые из них предлагают, давайте мы возьмем вот нашу начальную сеть и поделим сеть Элмона. И часть нейронов сделаем так, чтобы они отвечали за быструю память и часть нейронов за эту долгосрочную память. Есть всякие интересные идеи. Например, Euron. Это вещь, которая вообще переорвает комплексными числами. И для нее доказано, что она вообще никогда… То есть, у нее нет проблемы стирающихся и взрывающихся градиентов вообще, потому что там все на унитарных матрицах. И там просто нет такой проблемы. И есть красивый эксперимент, где LSTM учится эпох на 50, а эта штука на длинных последовательностях, а эта штука сходится гораздо быстрее, там за 5 эпох. Но при этом они страдают проблемами того, что это вообще необычные модели и с локальными зависимостями бывают проблемы. Как бы дальше пойдет код и весь код будет связан с какими-то трудностями именно инженерии всего этого дела, потому что, да, можно выбрать хорошую модель, но кроме того, чтобы построить хорошую модель, нужно правильно построить процесс ее обучения. И как бы на этом слайде кратко о том, о чем мы будем говорить. Вот в правом верхнем углу. Это вопрос о том, как хранить наши данные, потому что они до последовательности разной длины в отдельных CSV-шниках или в каком-то новом специальном формате. Надо думать об этом. Вот то, что слева, это дело в том, что последовательности все разные длины. Если посмотреть на их распределение, то получается, что у нас мало длинных, часто мало коротких, и все они вот какое-то такое распределение имеют. А надо обрабатывать и те, и другие. На практике это приводит к тому, что если неправильно организовать этот процесс поступления данных и обучения своему модели, то загруженность видеокарты прыгает в районе 50%. И как бы мало того, что рекуррентные сети самые медленные в обучении из всех существующих, потому что на самом деле они самые глубокие, так еще и мы не оптимизировали свой pipeline, и поэтому получаем с этого еще больше проблем. Вот. Дальше вот будут такие куски кода, и мы где-то будем акцентировать свое внимание на том, что как это все происходит. Происходит это примерно так. Давайте для начала мы объявим наш TensorFlow graph, и я скажу, что в нем будет три placeholder. Placeholder – это то, куда мы будем дальше помещать тензоры наши, фактически мини-батчи. Это будет тензор фичей, размерности input dimension, тензор выходов, labels, другой размерности, вообще говоря, другой output dimension, и специальный тензор длин, то есть мы для каждой последовательности где-то запомним ее длину. Потом мы объявим какую-то модель, вот эта функция build graph, объявляем там тензор флоу сессию, ну и начинаем, как обычно мы это делаем, есть какая-то train операция, мы начинаем туда закидывать наши эти самые тензоры, причем делаем это через fit dict, как это обычно делается во всех примерах по тензор флоу. Углубимся вот сюда, и эту модельку мы будем использовать везде дальше, и здесь не происходит ничего особо сложного. Мы что говорим? Что наша моделька зависит от фичей и длин. Это LSTM cell. Мы прогоняем его по всем нашим последовательствам, получаем какие-то output, и потом каждому output мы просто применяем еще какое-то линейное преобразование, скажем, хотим решать регрессию. Здесь углубляемся обратно. Дело в том, если задуматься о том, зачем нам вообще нужны были эти длины, они нужны нам здесь, потому что сразу же первая оптимизация, которую можно предложить, она связана с тем, что все последовательности имеют разную длину. А это значит, что вот в этом большом тензоре нам в размерности по времени не надо прогонять все до конца. Нам достаточно прогнать нашу LSTM-ку ровно до той длины, до длины последовательности, вот каждый конкретный. И для этого вот специально есть такая штука, как динамик RNN. Она ровно это и делает. На вход у нас sequence length и inputs, и она динамический, это называется динамический unrolling. И после того, как она достигнет длины последовательности, все остальное просто позабевается нулями, нулевыми векторами, нулевыми выходами. И это очень удобно, потому что это уже сразу же экономит зачастую очень много операций. Если представить, что в мини-батче часто попадают вместе длинные и короткие последовательности, то экономия просто налицо. Второй вопрос, что мы делаем. Дело в том, что вот в такой вот архитектуре мы, несмотря на то, что сделали уже какой-то шаг в сторону улучшения, мы пользуемся методом session run и даем им fit dict. И это приводит к тому, что мы наши бачи формируем в питоне, потом их передаем в процесс TensorFlow, это отдельный C++ процесс, он живет отдельно, он уже размещает их на видеокарте, делает какие-то вычисления. При этом нам нужно, что можно заметить, что нам нужно делать пэддинг. Пэддинг это вот когда мы в батче берем последовательность и добиваем ее нулями до максимальной длины. И так как мы работаем с мини-батчем, то нам не надо добивать до максимальной длины во всем датасейде, как зачастую это делается в примерах кервису или к чему-то такому, нам достаточно добить до максимальной длины в этом мини-батче. Этим мы будем дальше пользоваться, такой интуицией. Но при этом все это надо делать вручную. И да, это можно делать вручную, но зачем, если это можно делать из коробки в TensorFlow. И при этом проблема остается, что мы все еще делаем лишний трансферинг из питона в плюсы. А если задуматься, можно ли лучше, то вообще говоря, ответ да. И если фиддикт стоит использовать, например, если вы занимаетесь аугментацией, там это все в изображениях, а в последовательности вообще говоря нет никакой аугментации, потому что непонятно, как ее делать. этого можно достичь, если мы исключим вообще взаимодействие питона и TensorFlow. Мы скажем, окей, TensorFlow, вот есть какой-то у тебя специальный формат, давай я в нем буду сохранять твои данные, и ты будешь непосредственно в плюсовом коде уже подтягивать данные. И такой формат есть, и все в TensorFlow крутится вокруг протобафов, и есть example, там sequence example, ну как бы мельчайшая мельчайшая часть этих протобафов это такая штука, которая называется feature. Feature это такой специальный протокол-бафер, в таком-то файлике он описан, и его идея в том, что он содержит списки, которые могут состоять из нуля и более элементов, и при этом они строго типизированы. Это либо байты, либо int64int, либо float. На базе этого протобафа feature можно сконструировать более сложные. Например, можно сконструировать features. features это мэппинг названия фичи, и его значения, и ее значения. Feature list это мы возьмем features и будем их повторять. Нет, feature list это мы возьмем feature и будем его повторять. То есть это фактически последовательность. А feature lists это маппинг строки на последовательность. Ну, примерно так это все выглядит. Здесь объявлен feature возраст, это float 29, потом какие-то байтовые фичи, рейтинги фильмов. И вот в таком протобафе можно расписать ваши экзамплы. Как хранить последовательности? Для этого в TensorFlow есть специальный протобаф, называется sequence example. И его идея в том, что он просто хранит одну или несколько последовательностей. При этом он грамотно разделен, он состоит из двух таких основных частей. Это контекст, это из себя представляет features. Это общие признаки и свойства, которые вот свойственны нашей всей последовательности. В качестве примера мы можем там хранить длину, чтобы каждый раз не вычислять эту длину в рантайме. То есть на этап обучения нам она известна. Давайте ее просто сохраним и будем дальше подставлять сюда в динамик RLN за ноль операций. И вторая часть это feature lists. Ну, фактически это feature lists. Так это примерно выглядит. У нас есть какие-то контекстные фичи теперь, это возраст опять-таки тот же самый остался. и какие-то рейтинги каких-то фильмов. При этом формат не накладывает никакого ограничения на то, что в рамках feature lists фичи должны быть одного размера. Ну, как бы я не знаю, нужно ли это когда-то или нет, но можно хранить и разного. Плюс этого дела это переиспользование кода и разделение при процессинге обучения, потому что если зачастую вы хотите зафиксировать модель, потому что вы знаете, что она хорошая, и работать там с фичи инжинирингом. И разделить эти два дела очень удобно, потому что обучение модели может свестись просто к запуску скрипта как вот. Все эти протокол-бафферы сохраняются в специальный формат. Это называется TF Records. Фактически это файл, в котором каждая строка это сериализованный протобаф плюс CRC 32 суммы вот этой строки. Это нужно потому, что если у вас сложный pipeline, какие-то трансферинги по сети, может что-то поломаться и об этом, если что-то поломалось, какие-то данные закорабчены, TensorFlow выкинет вам специальный эксепшн, вы будете знать, что происходит. И такое разделение на TF Records файлы позволяет делать распределенные вычисления гораздо проще. Но самое важное, что если вы сохраняете данные в такой формат, вы можете избавиться от этого фидзикт и организовать штуку, которая называется TensorFlow Pipeline, и она будет в плюсах многопоточно читать данные с диска и Python при этом не будет никак задействован. И причем это будут не потоки питонячие, там джилы и все такое, это будут настоящие честные потоки плюсовые. Ну, конечно, у нас есть тут минусы, это много мета-информации, вместо того, чтобы сохранить там 7 чисел или сколько их здесь, у нас, мы должны сохранить, во-первых, сервизованный протобаф и еще к нему сразу 32 суммы и на практике это приводится к тому, что из простого датасета он может раздуться там в 10 раз, в 5, в 10, то есть это, ну, если у вас много свободного места, что дешево, то в принципе это никаких проблем. Как это использовать на практике? Давайте представим, что, как сохранять вот этот сам TF-рекорд. Давайте представим, что у нас есть какой-то points, это просто последовательность точечек каких-то, мы создаем секундс-экземпл, в контекст мы сохраняем фичу длина, в длину пишем длину этой последовательности. Потом создаем две фичер-лист, одна из, это будет нашей x-итой, другая нашей y-итой, пробегаемся по нашей последовательности, ну, и просто их дополняем. И в таком формате очень удобно использоваться, если задуматься о том, что вообще говоря, реализация нашего процесса друг от друга независимы, то здесь очень удобно использовать всякую парадигму типа этих map-редьюсов, и можно вспомнить, что это какой-нибудь PySpark, как это я обычно делаю, вот в этом map-lambda-points какой-то весь перепроцессинг спрятан, потом мы делаем репартишн, всего это дело на какое-то заданное количество партиций, пускай 128, и для каждой партиции выполняем функцию persist-partition. Она берет итератор и индекс, создает tf-record файл специального формата, в который входит наш сплит-индекс, и просто вот каждую точку из итератора стерилизует в protobuf и записывает туда. И в результате такой штуки мы получаем, что все наши данные, они, во-первых, пошафлились, потому что мы сделали репартишн, во-вторых, они сохранились на диск, каждая в своем формате, каждая в своем файле примерно одинакового размера. А значит, мы очень просто можем просто часть файлов забрать на train, часть файлов забрать на validation, все остальное на тест. Вот. И чтобы использовать такую штуку, мы сохранили этот формат, и теперь надо как-то построить этот процесс, как TensorFlow будет читать все это. Это называется TensorFlow Pipelines. Это не самая удобная штука, честно говоря. Сейчас ведутся работы над тем, чтобы ее улучшить, но примерно это выглядит так. Это система чередей. На вход у нас очередь файлнеймов, например, тренировочных данных, она там рандомно шаффлится, нужное количество эпох прочитываются эти файлы, потом из этой очереди файлнеймов какой-то ридер открывает файл, читает, потом какой-то декодер он декодирует из протобафа уже конкретно в тензоры, и дальше эти тензоры поступают в очередь именно уже экземплов на обучение. Что здесь хорошо показано, что вообще ридеры и декодеры, они могут работать многопоточно, и это очень хорошо. Подробнее тут все есть в мануалах, но мы конкретно будем акцентироваться на коде. Чтобы сделать это, нам сделать три основных шага. Первый шаг, надо рассказать тензорфлоу, что хранится вот в этом секунс экземпле, что хранится в этом протобафе. И здесь определяется, что в контексте у нас есть длина. Длина – это просто одно число типа N64, и в каждом секунс экземпле у нас хранится две последовательности. Одна последовательность фичей, другая последовательность лейблов. Фичи – размеры input dimension, output – размерности output dimension. При этом сами последовательности имеют произвольную длину, длина различается лишь для каждого секунда с экземпла. Второй шаг. Мы определяем все эти очереди, которые были на той анимации нарисованы, следующим образом. У нас сделана функция input pipeline, которая в наш граф добавит все эти операции, которые будут заниматься этим чтением. Первая очередь – очередь файлнеймов. Это просто очередь каких-то стрингов. Мы говорим, что туда мы будем помещать пути до файлов из этого листа файлнеймс, будем нам эпох читать его и будем шафлить все это дело. Потом мы определяем ридер какой-то. Ридер берет… Что будет делать ридер? Он будет брать один путь из этой очереди, парсить его и выдавать мини-батч контекстов и этих секунсов. После этого мы… он будет выдавать их как вектора и дальше мы их батчим в один тензор. Причем, что здесь важно, что вот у этого тф-трейн-батч есть два хороших параметра. Сейчас, может быть, здесь это будет. А, чуть позже. Пропустили ридер. Что из себя делает ридер? Это раньше мы использовали тф-рекрудс-райтер, теперь используем тф-рекрудс-ридер. Он просто читает протобав строку и, пользуясь тем форматом, который мы только что писали, он знает, как ее распарсить. Он ее парсит и возвращает нам уже маленькие тензоры. Потом мы эти тензоры делаем в батч. Здесь мы собираем батч из этих тензоров. Есть важные параметры, во-первых, capacity. Мы можем сделать буферизацию, то есть, прежде чем поступать данные на видюху, мы можем загрузить их там 10 тысяч в оперативке и как бы ускорить за счет этого дела, потому что парсится она будет все где-то асинхронно, складывается в эту очередь. Если правильно подобрать параметр, она никогда не будет пустой и видюха будет простаивать намного меньше. Важно, что здесь это настоящая многопоточность этого же. И динамический пэддинг, это вот хороший параметр dynamic pad, он говорит ровно то, о чем я говорил в начале, что можно падить не на всю длину последовательности, а лишь на максимальную длину последовательности только в текущем батче. Каждый раз она разная и каждый раз у нас будет по размерности времени батча разного размера. И это экономит нам в том, сколько мы данных передаем на видюху. Это тоже экономит время, хотя бы косвенно. Ну и шаг третий, мы все это дело используем. Здесь вот из нашего первоначального кода поменялись в следующей части. Во-первых, наши длинные input и output теперь поступают из этого пайплайна. что здесь написано, что мы параллельно формируем батчи из каких-то тренировочных файлов и при этом мы хотим обучаться какой-то нам эпох, эпох, какое-то конечное количество. Модель остается вся та же, мы только изменили процесс того, откуда поступают эти вот тензоры мини-батчи. Так, вот здесь начинаются какие-то странные штуки, на котором сейчас люди работают, потому что это выглядит очень странно. Во-первых, сейвером, понятно, нам надо как-то сохранять свои веса, но кроме этого, у нас все это многопоточно, мы объявляем какой-то координатор, который будет отвечать только за то, чтобы одновременно все эти потоки запустить и когда закончится обучение, одновременно их все выключить. Кажется, что можно делать это как-то проще. Но еще больше вопросов вот к этой части кода. Во-первых, что хорошо, заметьте, что в session run, в train operation больше нету никаких фиддиктов. Мы существенно экономим за счет того, что убрали трансферинг между питоном и плюсами. Но чтобы остановиться, нам надо ждать, когда выскочит tf-errors out-of-range error, и это означает, что у нас просто закончилось количество, ну, закончились вот все те эпохи, которые мы должны были пробежать. Кажется очень странным, что, во-первых, надо ловить exception, а во-вторых, что он лежит в ошибках. И, ну, многие люди об этом им высказываются, и они сейчас работают над тем, чтобы все это дело исправить. Все, это будет работать быстро, но вопрос в том, что мы хотим нашу модельку использовать в продакшене, а вот этих всех тендерфлоу-учередей в продаче, в продакшене в принципе нету. Это очень непонятно, что делать. Есть такая замечательная штука, она называется weight sharing. Идея weight sharing в том, что мы сделаем? Мы объединим теперь, мы объявим теперь один pipeline для наших тренировочных данных. Это конечная очередь тренировочных данных, и размер мини-батча в ней будет train batch size, какой-то там 64, например. Мы объявляем отдельную очередь, но переиспользуя тот же самый код для валидационных данных, и эта очередь уже бесконечная, мы никогда не хотим, чтобы наши данные, батчи, на которых мы будем валидироваться, закончились. Поэтому нам эпекс это none. И здесь другой размер батча. Это потому, что мы теперь используем очередь, а часто этих данных много, и сделать валидацию, пробежав по всем, это дорого. Так давайте тогда мы тоже будем брать их из очереди, но при этом мини-батч будет значительно больше, достаточно большой, чтобы уменьшить дисперсию вот этой самой оценки. Также мы объявим, как у нас было два плейсхолдера для инпутов и длин, теперь аутпуты не нужны, и только длинные фичи для тестовых данных мы будем использовать как бы в продакшн. Вот здесь скрыта вся магия. Эта штука называется weight sharing. Что мы делаем? Мы в наш граф добавляем три одинаковые модели, абсолютно одинаковые, вот с помощью build graph. Они зависят только от разных инпутов. Одна от train данных, другая от валидационных данных, а третья только от тех плейсхолдеров, что у нас есть. Что мы делаем? Мы создаем такую штуку, называется variable scope и дело в том, что всем variables, которые будут созданы в рамках этого вызова build graph, будет добавлен некоторый префикс. Заметьте, что здесь он без параметров. Дальше мы объявляем такую же модель, состоящую с такой же операцией в том же самом variable scope, но теперь мы говорим reuse равняется true. И это означает, что будут в графе продублированы лишь сами операции, и при этом веса, которые они используют, они будут храниться отдельно и будут переиспользоваться. На практике это приводит к тому, что мы эти подграфы, они вообще говоря не связаны. И мы можем обучаться на одном, он будет свои данные получать, валидироваться на втором с теми же самыми весами, он будет валидационные данные на вход, а вообще потом мы возьмем все это отрежем и сохраним только то, что осталось с placeholder и будем использовать это в проде. Собственно, об этом слайде есть. Мы определяем, как это сделать. Надо определить выходной нод нашей модели. Мы хотим сохранить только часть, которая в эволюцион блок. У нее свой предиктед выход. Окей, говорим, что мы сохраняем ноду такую, эволюцион блок, модуль вейс, предиктед. Дальше идет некоторое количество вещей. Здесь, например, все переменные конвертисов в константы, потому что на проде мы не хотим ничего дообучать. И реализуем это дело в протобав. Что при этом происходит? Что TensorFlow, начиная с этого output ноды, бежит ко входам и сохраняет только этот подграф. А так, как он с другими не связан, все, что мы фактически сделали, мы использовали такой хак и сохранили только часть подграфа, которую мы будем использовать в продакшене. Она сохраняется в протобав. Все, что можно делать дальше, берем от протобав, деплоем на мобилке или деплоем с помощью TensorFlow serving, или пишем вообще свою какую-то штуку, которая открывает сессию и в рамках нее делает какие-то предсказания. И все. Собственно, используя такие фокусы, мы можем ускорить обучение в 2-3 раза из коробки, просто за счет того, что мы начали эффективнее оперировать нашими данными. Мы для этого использовали pipelines, он делает асинхронные чтения, буферизацию, еще много всяких фишек очень полезных, но при этом вы видели, что этот код, особенно в той части узи кита exception, он очень странный, поэтому не лишены недостатков. Dynamic padding мы взяли для того, чтобы падить только до максимальной длины в текущем патче, также мы взяли dynamic runn, чтобы unrolling делалось только до нужных длин. и вот если сделать так, если все сделалось правильно, то вот этот слайд, точнее этот скрин мне очень нравится, с загрузкой под 100%, это то, что мы захотели сделать. Но обратите внимание, что здесь две видеокарты, а мы нагрузили только одну в рамках сегодняшнего доклада. Поэтому вообще говоря, про инженерные штуки, что можно сказать? Во-первых, второй пункт, можно использовать, можно нашу модельку реплетировать на много GPU-х и использовать, синхронный градиентный спуск, это нечестный градиентный спуск, потому что он неправильный, но это дает практически линейное масштабирование ваших моделей. Следующим шагом будет всю эту штуку с помощью TensorFlow сервера или кластер разместить на многих машинах со многими GPU. И именно так, например, учили в Google этот нейрол транслейшн машин, по-моему, на 16 машинах, в каждой из которых было по 8 GPU. И все это использует TensorFlow фактически, который возможно с некоторыми изменениями, но это как бы доступно и нам. И очень хороший вопрос, наверное, такой на стыке инженерии и самых нейронных сетей. Давайте подумаем, когда решается такую задачу, надо подумать, а реально ли нам нужны данные, скажем, есть у нас сезонные зависимости от данных полугодичной давности. Возможно, влияет только недавнее прошлое. Если так, то здесь мы можем использовать сверточные сети, за счет того, что они просто намного быстрее, мы умеем их учить намного лучше. И именно это сделали ребята с Facebook, после Google Neural Translation машин, они выпустили свой транслятор, но он был полностью на сверточных сетях и бенчмарк, что они там то ли в 8, то ли в 10 раз ускоряли обучение. И примерно такой же прикол на тех данных, на которых работал, я тоже срабатывал без потери в качестве. Короче, мы не обсуждали, все это было про инженерию и мы не обсуждали конкретно про рекуррентные сети. В TensorFlow вообще при рекуррентных сетях много всяких штук, и конкретно в TensorFlow тоже. Но все это потому, что они очень отличаются от тех сетей, которые там сверточные и полносвязные, и к ним многие хаки типа бач нормализации просто не работают, потому что они нарушают природу. Либо не работает дропаут между рекуррентными коннекшенами, это все ломает. Поэтому есть специальный дропаут, вариационный дропаут, специальный дропаут для LSTM придуман, есть там всякий attention. Но это все тема отдельного доклада. Если вдруг кто-нибудь когда-нибудь решит меня пригласить снова, то я с удовольствием об этом расскажу. А на сегодня у меня все. Окей, вопросы? Неужели в пятницу в пятницу вечером все так тяжело? Добрый день. У меня вопрос такой, вы не раз упоминали, что у вас происходит пэддинг нулями, обучающие выборки фактически. Вопрос, а это как-то влияет на саму модель? Как бы если на вскидку мыслить, кажется, оно как-то должно повлиять на саму модель, которая обучается. Да, это влияет, если вы неправильно рассчитали длины, то в какой-то момент времени у вас на вход начнут поступать нулевые вектора. Но так как мы используем динамик RNN, мы знаем какой длины каждая последовательность на самом деле. И то, что она добита нулями где-то там, у нее длина N, а то, что дальше в позициях N плюс 1, N плюс 2 нули, нам абсолютно не важно, потому что мы применяем модель только до N. Мы знаем ее вклад листы закидать на видеокарту. Бестрее закидывать на карточку, копировать данные. И копировать, и разворачивать меньше надо. Хорошо. Это еще технический вопрос, тем более лекция такая, связанная с тем, что опять же было сказано, что данные фактически в какой-то момент превращаются в текстовый вид. Правильно? В протобав строку, да. Это бинарный формат. Что? Это бинарный формат. Сериализуется, называется протобав строкой, но это бинарный формат. Это бинарный все-таки формат? Или там нельзя еще более компактно проставить? Откуда там вот эти все-таки врос в 10 раз, чтобы все-таки сделать его не в 10 раз, а все-таки там в 2 раза? То есть за счет того, что он будет еще более бинарным, я не знаю. Сейчас я перемотаю, что может быть показать. Извините, что я так спиной. Вот откуда. У нас на самом деле было три фичи. Возраст, какие-то рейтинги. Это раз, два, три, четыре, сколько тут, пять чисел. Но мы, чтобы TensorFlow был какой-то унифицированный формат, чтобы он мог из коробки его прочитать, вот они объявляют этот секундс экземпл. Он выглядит так. Смотрите, какое огромное количество здесь метаинформации. И вот вся эта структура, она каким-то там хитрым образом сохраняется вот эту протобав строку. И вот вместо того, чтобы сохранять там пять этих чисел, мы сохраняем какое-то огромное количество байтов, ну уже байтовой информации. И плюс к ним еще добавляем CRC32 сумму вот всех вот, для каждой последовательности еще CRC32 сумму вот такого протобава. Это реально раздувает в десять раз выборку. Неужели нельзя всю вот эту личную информацию как-то более компактно представить? Можно, но ребята из Google думают масштабно, чтобы вот в таком формате вы могли сохранить все, что угодно. Под конкретно под вашу задачу возможно нужно сделать, но вам придется писать специальные операции для TensorFlow вашей кастомной, которая будет конкретно ваш формат данных парсить. Это просто университированный формат для, чтобы можно было сохранить все. И там реально можно сохранить все. и картинки, ну не в SQL example, просто в example. То есть любой формат данных можно сохранить вот такую штуку. Ну почти любой. Окей. Еще вопросы? Привет. Очень крутой погруженный доклад. Прям вау. Я надеюсь, кто-то что-то понял. Примерно процентов 50 максимум. Тут идея в том, что потом, когда столкнется с этой проблемой, доклад в открытом доступе можно почитать и прямо это настоящий код. Ну то есть я бы не сказал, что ты прямо из прода скопировал, но около продовский код. На это и надеюсь. Два вопроса. Первый. Почему именно TensorFlow, а не Teana или Keras? И второй вопрос. Ну, видимо, ты очень много работаешь с TensorFlow, поэтому как ты думаешь, вот ребята из Google, они пойдут в сторону упрощения? То есть это будет как SecondLearn, типа там импорт что-то и как бы все работает и все переменные там уже хорошо подстроены или это пойдет в сторону гибкости и инженерных оптимизаций и хаков? Так, это два вопроса, да? Да. Сейчас второй. Я думаю, что не только ребята с TensorFlow пойдут в сторону упрощения и какой-то унификации. Все пойдут в ту сторону, потому что, ну, написать вот такое дело, разобраться о всем этом зачастую занимает много времени. Почему удобно Keras? Это очень быстрые эксперименты, но проблема в том, что, ну, как бы эта штука, на которой поиграться, деплоить ее, ну, я бы лично не стал, потому что у меня в Prode, например, Keras вместе с Teana, ну, то есть Teana компилирует плюсовый код, просто падал с каким-то неизвестным exception внутри, а exception Teana, я просто кричал, когда все это увидел. Непонятно, что там внутри абсолютно. TensorFlow дает какую-то гарантию более-менее стабильности. Это отлаженная система, годами, да, достаточно сложная, но она дает какую-то гарантию стабильности. И с версии 1.2 Keras, как кодовая база Keras, один в один, как называется, замержена в TensorFlow. То есть фишка такого подхода, что мы можем использовать все эти очереди, быстро делать чтение данных и использовать не эти там отдельные операции, а Keras слои, с которыми все очень любят и умеют работать. Ну и почему TensorFlow? Потому что зачастую надо делать какие-то кастомные штуки во всяких там какие-нибудь вариационные выводы, что-нибудь такое. И это надо, ну короче, надо попотеть, а здесь за счет того, что есть мелкая градация, можно это делать проще. Вообще я люблю PyTorch, это классная штука. Окей. Пора начинать следующий доклад. Спасибо большое, Денис. Спасибо вам всем.